Наложишь потом. Я могу на YouTube сразу кидать. Значит, смотрите. На портале portal.esher.com это панель управления вашим ажуром. Вот с левой стороны есть, в общем-то, некая менюшечка, в которой есть либо чаще всего используемые сервисы, либо те, которые вы использовали в последний раз. Значит, что сейчас будем делать? Разворачивать IoT Hub и эмулированными девайсами пробовать к нему коннектиться. Начнем с первого момента. Это непосредственно разворачивание IoT Hub. Когда мы нажимаем кнопку плюс, высвечивается менюшка, ищем Internet of Things. И первый самый пункт это IoT Hub. Не путать силы на табло. Для его разворачивания нужно придумать ему имя. То есть это будет IoT Lab, например. Так, уже занят. Вот, IoT Lab Hakanon. Дальше pricing tier. Вот по умолчанию он нам разворачивает платный IoT Hub. Платный и манная... Здесь есть... Здесь есть три типа... Скажем так, три прайс-плана для IoT Hub. Есть фришный IoT Hub. Это 8000 сообщений в день. С1 это 400 тысяч сообщений в день. Это стоит 50 долларов. И 6 миллионов сообщений в день стоит 300 долларов. Мы разворачиваем в афришном режиме. А, да, там еще внизу было 300. Ого, 5000 паксов. Круто. Теперь выбираем ресурсную группу, либо выбираем из существующих, если вы их создавали, либо создаем новую. Что такое ресурсная группа? В новом портале Ажура все, что вы создаете, создается в рамках ресурсных групп. Для чего были созданы ресурсные группы? Это некий набор метаданных, которые позволяют Ажуру идентифицировать в контексте какого-то небольшого кластера или решения, какие сервисы были развернуты и в какой конфигурации. Паттерн использования этой штуки следующий. Вы разворачиваете какую-то инфраструктуру в рамках одной ресурсной группы. Говорите, что туда входит IoT Hub, к нему Preconnection Stream Analytics, дальше у меня на бэкэнде WebApp, Storage, Machine Learning и Power BI. То есть это комплекс сервисов, которые как-то между собой связаны. Ресурсная группа все эти связи хранит. И в случае, если вам, например, нужно будет то же самое развернуть на другой подписке или сделать еще одну копию Environment и так далее, уже нет необходимости разворачивать все с самого начала, так как вы это делали и настраивали. А вы просто можете сказать, развернуть вот эту ресурсную группу. И в этом сценарии все, что вы наконфигурили в рамках ресурсной группы, будет развернуто в другом environment. дата-дата-центр, ну, пожалуй, оставляем West Europe, это ближайший к нам. И Pintu Dashboard, это для того, чтобы видеть этот сервис наш на центральном дашборде, чтобы его не искать. Нажимаем Create. И, собственно, поехали. То есть вот здесь вот разворачивается мой IoT Hub. Разворачивается, как правило, недолго. Кстати, сразу же расскажу, откуда я это все рассказываю, скажем так. Если вы захотите сами с нуля пройти ту же самую процедуру, что такое? Новые какие-то Google придумал privacy. в разделе IoT Hub documentation. Вот, есть раздел Get Started with Simulated Devices и в нем подраздел Get Started with IoT Hub.net есть то же самое для Java и для Node. И вот здесь вот, собственно говоря, расписаны все шаги, да, то есть как создавать IoT Hub, как потом создавать вот эти симулированные устройства с кусками кода и так далее. То есть это, в общем-то, то, что я показываю, это фактически некая компиляция вот этого туториала. Так, возвращаемся. IoT Hub еще создается. Я, правда, немножко модифицировал проект. Он у меня состоит из четырех частей. Первая часть – это константы. В этот объект я просто записываю все параметры соединения для IoT Hub, чтобы использовать их в остальных сервисах, в остальных консольках. Create Device Identity – это программка, которая создает новое устройство в IoT Hub. Помните, я говорил, что в IoT Hub смогут приконнектиться только те устройства, которые прописаны в реестре Device Identity. То есть вот этот код в программе Create Device Identity создает новый идентификатор, новый ключ и запихивает его в Device Identity реестр в IoT Hub. Проект Read Device to Cloud Messages – это читалка сообщений, которые приходят из IoT Hub. А Simulated Device – это виртуальное устройство, которое шлет сообщения в IoT Hub. Итак, начнем мы с настройки нашего файла константс. А в каком формате он шлет? В JSON? В JSON? Да. В MQTT? Нет, в MQTT. Протокол MQTT, формат JSON. То есть вот отправка. Есть у меня объект, который называется Telematry Data Point. Он содержит в себе идентификатор устройства и виртуальную скорость ветра, которая вообще тут рандомно генерится. И дальше я JSON-конвертом преобразовываю этот объект в JSON. На самом деле, смотрите, я в симулированном устройстве, скажем так, нагенерил несколько методов. По умолчанию он шлет по MQTT, вызывается вот этот метод SendDeviceToCloudMessageAsync. Есть еще отправка интерактивных сообщений. Это сообщения, которые могут что-то триггернуть в IoT Hub. Есть еще, я сделал, скажем так, отправку посредством HTTP Post, при этом на достаточно низком уровне я формирую этот HTTP Post запрос. Для того, чтобы, если вы будете повторять, допустим, из ESP8266 по HTTPS отправку сообщений в IoT Hub, вы хотя бы по вот этому коду сможете увидеть, как я формирую запрос. Что это метод Post, Allow Redirect, Content Type, добавляю хидеры, которые нужны, ну и так далее. Генерирую сообщения. То есть, пробежавшись по этому коду, и вот достаточно легко будет потом, ну я надеюсь, повторить в этом самом, в каком-то устройстве. Так, ну что там мы, вот, IoT Hub создался, я иду в ShareAtexas Policies. Когда создается IoT Hub, он создает сразу же несколько полисей для обеспечения доступа. IoT Hub Owner, соответственно, со всеми правами, сервис для коннекта сервиса, девайс для коннекта девайса, registry read и registry read write. все вот эти полиси у меня прописываются в моем проекте Constance. Для начала нам нужно взять имя хоста и писать. Имя хоста у нас idlab hackathon azuredevices.net дальше придумать какой-то девайс id. У меня это трекер 001. Ключ будет сгенерирован платформой Azure после добавления этого устройства в девайс identity. Мы пройдемся, я покажу, как это выглядит. Ну и D2C point остается message events. Дальше у меня есть вот аналог того, что мы видели в policies есть owner credentials, read, write, device write и service write. Начнем с owner credentials. IoT hub owner это название нашего ключа и собственно primary или secondary key нам нужно скопировать и вставить вот здесь. Точно такую же штуку делаем для всего остального. регистри read read write read write device write и сервис write. На самом деле вот этих полисей вы можете нагенерить столько, сколько хотите. Они будут плюс-минус с одинаковыми правами, но с разными ключами. В чем бенефит такого подхода? Например, у вас есть разная группа, допустим, ваших клиентов, ну или, не знаю, чего-нибудь разная группа. Вы им всем выдаете вроде одинаковые креденшалы, но с разными ключами. И когда вы видите, что какая-то отдельная группа начинает что-то читить, и вы хотите прекратить им доступ, вы просто удаляете полисы, которые вы выдали им. И, соответственно, вырубаете только их и не трогаете тех остальных добросовестных, которые нормально работают. Итак, вроде я все пообновлял. Есть еще такое приложение, называется Device Explorer. Вы не пугайтесь, я исходник этого проекта. И вот эту тулу я уже закинул на OneDrive, я вам ссылку пошарю после демки. IoT Hub connection string требует. Мы возьмем owner-овский connection string. Вот он есть с primary ключом. Идем в менеджмент, рефрешим. Ничего нету. То есть в device identity у нас ничего нету. Мы сейчас запустим файлик, вернее, консольку create device identity в режиме debug. Так, это стартап. Так, на всякий случай я тут проект коинт поставлю. Поехали. Что случилось? Пишет, что у меня какая-то проблема с авторизацией. Давайте проверим. Все ли я обновил в конфиге. Так. Где кнопка стоп? У меня есть ощущение, что я где-то что-то не добавил. Где-то что-то не добавил. То есть условия. В Lotus. Вags. По сути, мы закрепляем. Ид Hat z negra никона습니다. Я, по-моему, где-то, куда-то не туда ключ скакалил. Оп, попробуем еще разок. Вот наш девайс-ид добавляется. Поехали. 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 Вайдай квест. Очень интересно. Поехали. 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 Есть. Дубль три. Поехали. Давайте сравним строки соединили. Строку неправильно формировано. Так. Вроде все хорошо. Поехали. 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 Спасибо. Короче, факир был пьяный, фокус не удался. Есть у меня предположение, почему так происходит? Так, ладно, с этим мы разберемся. Давайте тогда бэкапный вариант добавим через tool наше устройство в device identity. Значит, мы добавляем устройство tracker 001. Создаем. И вот наш ключ нашего устройства primary key. Мы его скопируем куда-то сюда. И теперь наша задача запустить два проекта, это read device to cloud message и simulated device. Multiple, apply key. Вот, собственно говоря, наше симулирующее устройство начинает слать какие-то сообщения. А консолька вторая, ну просто их фактически вычитывает. Сейчас обмен сообщениями происходит по протоколу, по-моему, IMQP. Это дефолтный для .NET для винды. Вот, но его можно поменять на IMQP или на HTTP. Посему, для того, чтобы это попробовать, поиграться с этим, посмотреть в код, я вам сейчас на экран выведу ссылочку. Это ссылка на OneDrive, где лежит два zip-архива. В них, в одном из zip-архивов, вот этот проект Visual Studio, который я показывал. А в другом zip-архиве, это вот эта программулина Device Identity, Device Explorer, используя которую вы сможете просмотреть список устройств, которые у вас в Device Identity заложены, или же добавить новое устройство, если у вас тоже не получится с тем кодом. Ссылочку мы публикуем где-то здесь. Одно, вот, разум я, так-кодом. Добро пуликуем. Одну, я хочу, чтобы улучшить тебя с этими, чем так-кодом. Я хочу, чтобы выключить, спросить тебя. Сейчас я включаю, что-ка будет будет в следующий раз. Вот, 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 вот... И так, я буду в Киеве. А намажена, куковей, помогать чашién, куковей, 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 куковей и до следующей, и я буду поставить. И так, как, как, я будем. Это краткое повторение предыдущей серии. Вот. Зайдите по вот этому урлу короткому, можете скачать, посмотреть код, а я сейчас попробую понять, почему у меня программно не удается добавить в identity. Я думаю, что это не только урла. Я думаю, что это не только урла. Это и урла. Это и урла. Это и урла. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...